Привет, друзья! Сегодня мы с вами снова... Для ребят, чье детство прошло в 90-е, одним из самых знаковых фильмов той поры стала диалогия терминаторов. Этот робот, скрывавшийся под обликом человека, просто будоражил умы и сердца детей того времени. И компания-технолог спустя годы выпускает вот такого вот робота, который называется Киборг ZXL. Я его приобрел в фикс-прайсе за символические 55 рублей, но вся проблема в том, что сейчас, к сожалению, этих роботов очень сложно достать. Ну, а так как у меня есть свой запакованный вот такой вот экземплярчик, хочу с нетерпением его собрать и вам показать. Прежде чем открывать пакетик с вожделенным киборгом, давайте рассмотрим немножечко упаковку. Это игрушка-конструктор из удара прочного пластика для детей от 5 до 9 лет. Содержит в себе 12 шарниров и 17 деталей. А также, что это большой подвижный робот и ссылочка на сайт компании-технолог. Вот на оборотной стороне мы видим изображение робота, каким он должен получиться в конечном итоге. Ну, и еще меня позабавила информация о том, что срок службы у этого робота 10 лет, но срок годности при этом не ограничен. Вот что с ним через 10 лет вообще может случиться? Возьмет и развалится, что ли? Я думаю, что нет. Ну, да ладно, давайте открывать. Вроде ничего лишнего не отрезал. Любопытный пакетик. Картинка-то оказывается вставная. Нас ожидает вот такая вот система. Буду их отсоединять. Оказывается, предложность норовки это не такое уж и долгое и сложное мероприятие. Тем не менее, некоторые детальки отсоединять достаточно сложно. А другие, напротив, кажутся очень хрупкими. Хорошо, что на самом деле это не так. Без ножа обойтись не удалось, но это не беда. Так, и настало время посмотреть в инструкцию, которая состоит из двух этапов. Это сборка туловища, а потом вокруг туловища сборка всего остального. Согласно инструкции предлагаю сначала в корпус ставить руки, точнее основу для них. И все это дело защелкнуть, закрыть до упора. У меня почему-то здесь зазор остается. Сейчас я что-то неправильно сделал, наверное. Вот такая вот щель. Что-то я, наверное, делаю не так. Ладно, оставим пока этот момент. Давайте, чтобы пока уменьшить количество болтающихся без дела деталей, соберем ноги, которые не хотят собираться. О, все-таки до щелчка, как написано на пакетике. Кстати, где я живу, под щелчком имеется в виду щелковское шоссе. Оказывается, я не совсем правильно ноги собрал. Теперь они нормально сгибаются в нужную сторону. Я уж испугался, думаю, что ж такое-то. Но теперь все хорошо. Дальше собираем руки. И две руки вставляем в корпус. В тот самый, который... Ой. Который не хотел нормально закрываться и давать крутиться тем самым рукам. Да что ж ты вываливаешься, все, дружище. Все равно же я тебя закрою. Нет, он бунтует напоследок, как может. Вот такой вот у него рюкзачок здесь сзади появится. Да, смотрите-ка. Ранец, я бы сказал. А вот эта самая система была одета сверху, которая и руки держит нормально. И фиксирует вход для головы. Далее вставляем такие вот салазки внизу. Чтобы тоже не разъехался окончательно корпус. И чтобы руки могли спокойно шевелиться. Вот он одевается, этот хомуток внизу. Теперь совершенно спокойно снизу мы вставляем с вами ножки. Вот как. Вот так вот, смотрите. И финальной частью всего этого великолепия становится голуба. Профессора Доуэля. Ну, конечно, не профессора Доуэля, а вот этого самого робота-киборга ZXL. Смотрите, какой получился интересный товарищ. Я, признаться, в какой-то момент уж испугался. Думал, наверное, что-то не получится его собрать. Развалится он, наверное, весь. Вот такой получился робот. По сути, перед нами полноценная фигурка сантиметров 15 в высоту. Ну, плюс-минус. Я так сейчас на глаз смотрю. С неплохим набором артикуляций возможных. Видите, у него сгибается в локтях рука вторая. Голова довольно свободно вращается. Он поворачивается вправо-влево. Сгибается нога. Внизу тоже стопа. В общем, смотрите. Это очень-очень забавно выглядит. Так, ну, посмотрим, как этот товарищ у нас стоит. А стоит он, ребята, очень даже неплохо. Всем бы так стоять. Итак, данный робот, вызвавший у меня сначала несколько такие смешанные чувства, в итоге полностью себя реабилитировал. Если вы поклонник всевозможных игрушек, фигурок, конструкторов и настольных игр, то советую вам посетить канал «Важного кота». От пристального внимания ведущего не уйдет ничего. От упоротых китайских изделий, баянных и всем известных игрушек, до крутых, редких, труднодоступных фигурок и другого подобного стафа. А уж какое раздолье будет здесь у любителей продукции компании «Технолог». Более 60 роликов посвящены звероботам, битвам в фэнтези, киборгам, киберонам, машинкам, зод, серии «Стар Битл» и другим представителям творческой игровой линейки легендарной отечественной компании. Не обделены вниманием и черепашки, ниндзя, а также солдатики и наборы из магазинов «Фикс Прайс». Я уже давно и с удовольствием смотрю канал «Важного кота». Советую подписаться на него и вам. Ссылка в описании. Если вам понравились ролики из серии сборки конструкторов, в том числе от компании «Технолог», то ставьте лайк под этим видео. Этим вы поможете развитию рубрики. А также подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Это не даст вам пропустить новые видео на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»